Днем защиты прав детей Днем защиты прав детей Давайте начнем с общего вопроса Что такое эрготерапия и канистерапия? За что вы отвечаете? Эрготерапия это направление функциональной реабилитации Которая позволяет восстановить Либо воссоздать повседневные активности ребенка или взрослого человека При помощи деятельности повседневной В которой либо ребенок, либо взрослый человек Будет видеть смысл и мотив для своего дальнейшего участия в жизни То есть давайте сейчас о взрослых Что-то случилось вдруг, не дай бог ЧП, авария какая-то Да, это либо после инсульта, либо после травмы Либо восстановительный период после оперативного вмешательства И человек может столкнуться с такой проблемой Что он не может отрезать себе хлеб Он не может одеться таким привычным способом, как одевался ранее И в данной ситуации эрготерапевт поможет наладить эту активность Сделать ее более удобной и эффективной Чтобы человек был более самостоятельным и включенным в жизнь То есть по сути вы переделываете, допустим, ложку или разделочную доску Уже адаптируете по жизни человека, с которым не дай бог Да, и обучаю человека, как ему действовать вновь сложившихся обстоятельствах Канистерапия Канистерапия это также направление функциональной реабилитации В данной реабилитации как инструмент используется специально подготовленная, обученная и аттестованная собака Которая является своего рода мотивационным стимулом Как правило, для ребенка Для совместной игровой деятельности Для того, чтобы достигнуть реабилитационные цели, которые мы ставим Мы создаем специальные игры, упражнения Которые ребенок воспринимает как интересную игру Заинтересовываете его Да, и все мы знаем, что основная деятельность для ребенка это игра И когда ребенок счастлив, спокоен и играет Его можно многому научить И либо восстановить, либо воссоздать какие-либо новые функции, знания, умения Эрготерапия это только ли реабилитация? Я бы сказала, что это не только реабилитация Скажем так, если речь идет о взрослых людях, которые утратили какие-либо свои навыки или функции Тогда это будет реабилитация, восстановление утраченных функций Если же это дети, которые от рождения имеют какие-либо нарушения То это да, то это абилитация То есть научение, освоение новым функциям Либо же реабилитация, если ребенок был здоров и с ним что-то случилось И тогда нам надо восстановить утраченные функции Тогда это тоже будет реабилитация Начать работу с ребенку с ограниченными возможностями здоровья, что требуется? Для того, чтобы начать работу с таким ребенком Во-первых, нужен запрос от семьи и обращение семьи Если обращаются родители с вопросом, что они наблюдают, что что-то не так с ребенком С тревогой Важно, чтобы они встретили хорошего специалиста на своем пути Доктора, хотелось бы Который сможет их сориентировать в правильном направлении Подсказать, как действовать Если речь идет о детях с двигательными нарушениями То по большому счету уже в 9 месяцев Можно с большой вероятностью, с вероятностью 98% Спрогнозировать, какие двигательные возможности у такого ребенка будут в дальнейшем Для этого может использоваться такая неврологическая шкала Она называется Хаммер-Смит Которая даст ответ, будет ли этот ребенок ходить Сможет ли этот ребенок самостоятельно сидеть Либо этот ребенок будет с такими тяжелыми двигательными нарушениями Что будут сложности даже с удержанием головы Когда будет это известно в раннем возрасте Тогда можно будет оказать этому ребенку сопровождение с раннего возраста Для того, чтобы со временем не нарастали тричные осложнения Чтобы этот ребенок гармонично мог развиваться Но я знаю о том, что в Севастополе есть проблема выявления ранней диагностики Я думаю, что да Диагностики выявления особенностей у детей Это да И есть и трудности в плане двигательных нарушений И есть сложности в ранней диагностике аутизма Когда к нам приходят в нашу организацию дети Как правило, приходят в 4-5 лет И получается, упускается вот это окно ранней помощи Вот этой самой важной, самой эффективной помощи И потом нагонять упущенное гораздо сложнее Так вот для детей с аутизмом С раннего возраста, с года Можно осуществить диагностику Есть диагностика АДОС Которая с высокой степенью вероятности скажет Есть у ребенка аутизм или нет И с этого раннего возраста подбирать стратегии вмешательства Которые позволят ребенку коммуницировать на должном уровне Обучаться и не упустить вот это ценное время А для детей с двигательными нарушениями Когда они к нам попадают в 4, в 5, в 6 лет Из-за того, что они неправильно сидели У них неправильно были подобраны технические средства реабилитации По незнанию родители неправильно их перемещали И выбирали такие средства реабилитации Технологии реабилитации Которые оказались травмирующими И у нас получается, что дети в 5, в 6 лет Имеют уже очень серьезные дефициты Очень серьезные нарушения И, конечно, исправлять и работать с этим гораздо сложнее Поэтому ранняя диагностика крайне важна Но родители, наверное, по совету кого-то выбирали? Или все-таки сами принимают решение? Со слов родителей, которые к нам обращаются И опять же, задача врача поставить диагноз правильный Так ведь? Но ответить на вопрос, а что же нам делать дальше? Как правило, врач может пожать плечами Сказать, вам нужно реабилитироваться Значит, 10 сеансов массажа Но то, что делать с ребенком изо дня в день К сожалению, доктор не может подсказать И специалистов, которые могут это подсказать Достаточно мало Вот я знаю, что эрготерапевт Да, это очень... В России профессия... Да, достаточно редкая Тяжело найти К сожалению, да На Крым я одна Я обучалась в Первом Санкт-Петербургском медицинском университете Специалист-эрготерапевт Это человек с высшим медицинским, психологическим Или педагогическим образованием Который проходит курсы профпереподготовки и практику Я обучалась на базе Санкт-Петербургского медуниверситета То есть в вашей работе Это не только помощь, да Восстановительные, функциональные Каких-то навыков Но и психологически Ну, это неотъемлемая часть моей работы Потому что необходимо общаться и с родителем Родители находятся в очень большом стрессе и напряжении Потому что изначально так природой заложено Что родитель, что стремится дать своему ребенку? Без чувства безопасности Он стремится его одеть, обогреть, вкусно накормить А когда ребенок имеет определенные нарушения И изо дня в день родитель сталкивается с тем Что не может накормить ребенка Не может с ним взаимодействовать Не получает обратную ответную реакцию И изо дня в день сталкиваясь с вот такими проблемами Конечно, родители испытывают жутчайший стресс Вот, и да К сожалению, мы видим печальные последствия Когда некоторые родители отказываются от своих детей К сожалению, да Не справившись с такой нагрузкой С самим, с собой Да И, к сожалению, мало специалистов Которые могут подсказать Как это сделать удобнее и для родителей И полезно, и хорошо для ребенка Но сами же родители могут стать этими специалистами Если все-таки им повезет встретить Хорошего человека, да Профессионала, врача на своем пути Для своих детей Я думаю, да В принципе, моя задача как эрготерапевта Наверное, 60% моей работы Я обучаю родителя Как сопровождать ребенка Как с ним правильным образом взаимодействовать Как налаживать коммуникацию Поэтому, да Обучаю родителя Вот вы сказали, вот в 9 месяцев, да Вот мы можем По двигательным, да Нарушениям, да А до 9 месяцев? До 9 месяцев Какова мировая практика? До 9 месяцев может использоваться видеонаблюдение за свободными движениями малыша Это тоже невролог делает оценку Когда свободно лежит малыш И в течение получаса ведется запись того, как он двигается Затем невролог анализирует эти движения И есть четкие признаки Которые говорят о том, что у этого ребенка есть неврологические двигательные нарушения И даже если у доктора есть определенного рода сомнения Он всегда может написать риск развития детского церебрального паралича И за рубежом такого ребенка уже сразу же включают в программу ранней помощи Не дожидаясь, когда это уже станет настолько явно Что ни в год этот ребенок не пошел, ни в полтора, ни в два Ах да, все-таки это вот у вас такой детский церебральный паралич И вот это самое важное, ценное время упущено То есть совет все-таки может видеокамеру и сразу к врачам? Я думаю, я не вправе, конечно, советовать нашим докторам и неврологам Но хотелось бы, чтобы они знали об этих подходах тоже Чтобы они имели возможность этим технологиям обучиться Повысить свою квалификацию Это простые достаточно технологии Здесь нет сверхвысокой технологии И та же самая шкала Хаммер-Смит В ней сверхъестественного ничего нет Она очень похожа на стандартный неврологический осмотр маленького ребенка Но там четко выставляются баллы за каждый момент обследования Вот как раз-таки на протяжении последних двух дней В городе проходил семинар К нам приехали в город специалисты из Москвы И обучали и докторов, и педагогов И представителей соцучреждений Все-таки как выявлять раннюю На раннем этапе На раннем этапе занимались вопросом диагностики аутизма И затем стратегиями помощи и ребенку, и семье Родитель сам может определить это? Скажем так Вот профессионал он видит Да Даже если мы включим эту видеокамеру Это вот опять же до 9 месяцев Чтобы вот мамы потом за голову не хватались Что вот какие-то возможно на первый взгляд очевидные вещи, факты Есть такое или нет? Скажем так Есть определенные маячки Но я бы не хотела их называть в нашей передаче Потому что сочетание этих маячков Да, может говорить о том, что это проблема Может, что-то будет похожее, все мамы будут начнут Да, поэтому важно все-таки обращаться к специалисту На что следует обратить внимание Если ребенок не коммуницирует должным образом Если он не смотрит маме в глаза Если он не отвечает улыбкой на ее улыбку И попытки взаимодействия Это должно уже насторожить Вот Если Опять же, вот в самом раннем возрасте Когда эти вещи можно заметить Это, как правило, вот эти вот в коммуникации проблемы могут быть То, что должно насторожить Вот А для двигательных нарушений Что ребенок длительное время не удерживает, например, голову Не переворачивается Вот идет как бы по крайним границам нормы физического развития Либо явно заметно, что одна половина тела функционирует Отличительно от другой половины тела Но этих моментов очень много Но обычно материнское сердце чувствует что-то не то И вот в таком случае, конечно, имеет смысл обращаться к докторам и специалистам Вот смотрите, да Давайте о детках с ограниченными физическими возможностями Вот, да, говорите Обращаться сразу к докторам Но вот бывают, опять же, ситуации Что начинают предлагать какие-то роды операции Ну, операции бывают разные О чем я могу сказать как эрготерапевт Очень часто, когда ребенок Получается, что они потом ошибочные в итоге Скажем так, очень часто эти операции являются вынужденной мерой Потому что у ребенка наступили вторичные осложнения А эти вторичные осложнения наступили Потому что ребенок сидел в неправильно подобранной коляске В которой не учитывается степень поддержки, да, для ребенка Если этот ребенок не удерживает голову Он нуждается в боковой поддержке корпуса В поддержке головы Он не должен сидеть перекошенный, перевернутый Чтобы у него искривлялась грудная клетка, позвоночник Из-за неправильного положения сидя в такой коляске У ребенка начинают происходить вывихи в тазобедренных суставах Которые, как правило, потом пытаются исправить оперативным вмешательством После которого ребенок длительное время находится в гипсе Неподвижен И затем восстановиться тоже очень тяжело К сожалению, это все последствия того, что ребенок не получил ранней помощи Родителя не обучили, как правильно ребенку сидеть Как правильно ребенку лежать Как его перемещать И вот, к сожалению, возникают такие серьезные последствия Но это если говорить о приобретенном, а если врожденном И сразу на операционный стол Ну, про такое я судить не могу Потому что действительно операции могут быть и по показаниям Это уже доктору решать Но что касается коррекции вторичных осложнений То причина, как правило, неправильное положение И неправильно подобранные технические средства реабилитации Это главная причина И используя их, можно было бы избежать таких серьезных проблем для ребенка Скажите, пожалуйста, а что такое функциональная реабилитация? Есть такое понятие? Функциональная реабилитация, главный ее признак Это то, что цель является функциональной Это цель, достижение этой цели Повлияет на качество жизни В данном случае ребенка В его повседневной активности Если это все сравнить или привести простой пример На, скажем так, реабилитации Которую ребенок посещает Учится сгибать и разгибать руку Но придя домой Он не будет тянуться к своей бутылочке Он не будет тянуться к музыкальной игрушке Чтобы нажать кнопку Получается, что реабилитация Цели в этой реабилитации Не переходят в жизнь этого ребенка И в жизнь этой семьи А та реабилитация, в которой ребенка будут обучать Тянуться рукой Удерживать при этом равновесие Опираться, например, на другую руку И осуществлять такие действия рукой Чтобы заиграла любимая игрушка Чтобы протянуть руку к бутылочке И захватить ее Вот такая реабилитация Которая повлияет на каждодневные активности ребенка Она является функциональной То есть она несет в себе определенную функцию Влияет на конкретную жизненную функцию То есть опять все зависит от родителей Два там посещения какого-то реабилитационного центра Два дня, да, там показали Не дадут результата Это ежедневный труд Который необходимо и в реабилитационном центре осуществлять И также переносить на дом Да И в этой ситуации очень важно Во-первых, самому специалисту Который занимается реабилитацией с ребенком Четко понимать, для чего он нарабатывает этот навык у ребенка Объяснять это четко и понятно родителю И очень важно, чтобы родитель присутствовал на этих занятиях Чтобы понимал, как это происходит И в дальнейшем, когда ребенок приходит домой с родителем Чтобы мама не хватала эту бутылку И сама не поила ребенка Если ребенок может и тренируется тянуться рукой к ней То есть здесь должна быть синергичная совместная работа И специалиста по реабилитации И, конечно же, родителя Потому что если навык остается исключительно в кабинете То смысл в этой реабилитации Но эту реабилитацию нельзя назвать реабилитацией Когда это досуг На самом деле самая повседневность Получается, что и особые детки И детки То есть мы тоже учимся, когда маленькие Тянуться к этой бутылочке Чтобы мать не помогала Конечно, да Так а в чем же отличие тогда реабилитации и досуга? В реабилитации есть четко поставленная Сформулированная Четко измеримая цель И четко измеримая во времени То есть через 8 занятий Ребенок сможет Предположим, да Дотянуться рукой, опираясь на вторую руку И схватить бутылочку И действительно Из одного занятия в другое Мы над этим работаем А родитель дома тоже это все дело поддерживает И по истечении этого срока Ребенок самостоятельно протягивает руку И захватывает эту бутылочку А вот в досуге, как правило Основные задачи Это проинформировать И подарить положительные эмоции Конкретная реабилитационная цель Не ставится И вся команда, и специалист, и родители Я считаю, что это обязательно должна быть Командная и совместная работа Работают на достижение этой цели Цель может быть любая И научить ребенка осуществлять выбор И смотреть маме в глаза Когда он подходит Опять же, для ребенка с тяжелыми Двигательными нарушениями Например, сообщать Согласие или несогласие Морганием глаз Если иное недоступно Ты будешь яблоко Ребенок моргает глазами Сообщает об этом Это тоже функциональная реабилитационная цель Вы чаще в своей практике с детками Какие особенности у вас встречаются? Ну вот у нас в Севастополе Ну, конечно, разные Очень разные Я бы сказала, что Ну вот в нашей организации 60% детей Это дети с расстройством аутистического спектра С аутизмом дети Около 30% дети с двигательными нарушениями И остальная категория Это дети либо с наследственными заболеваниями Либо с эпилепсией Или иными другими состояниями Чаще всего обращаются За помощью Родителей детей С двигательными нарушениями С просьбой подобрать Правильные технические средства реабилитации Помочь правильно позиционировать ребенка Научить правильным образом перемещать ребенка Как накормить такого ребенка правильно Чтобы это все усваивалось Чтобы еда не вытекала изо рта Чтобы не было риска аспирации Это очень важные моменты Родители детей с поведенческими нарушениями С аутизмом, например Очень часто обращаются с проблемами В сфере коммуникации Необходимо произвести оценку Коммуникативного развития ребенка Оценку сенсомоторного его развития И подобрать для него Такую игровую деятельность Такие упражнения Чтобы это развить и сформировать И отдельный пласт работы Это, конечно, социально-бытовые навыки Извиняюсь Это, конечно, и поход в туалет И прием пищи И умывание И переодевание Для всех детей Это очень актуально и важно У нас несколько минут Все-таки как советы, возможно, родителям Это прозвучит Какие вопросы следует задавать родителям Приходя на занятия Или на реабилитацию У специалиста Что он должен? Прежде всего, я думаю, родитель должен спросить Чему мы научимся у вас на занятиях? Как мы этот навык будем использовать в нашей жизни? И как изменится качество нашей жизни Если мы овладеем этим навыком? Вот тогда есть смысл получить качественную, хорошую помощь Если специалист будет в состоянии ответить на эти вопросы А как психолог Какие вы все-таки, возможно, дадите рекомендациям родителям Которые, возможно, запаниковали Увидели что-то, что не так, возможно Или уже поставили какой-то диагноз Определенный Что тогда? Ну, у меня как бы Я не психолог по базовому образованию Но я врач Афтика все равно Но, к сожалению, я с этим сталкиваюсь Если страшно идти сразу к доктору Можно обратиться в нашу организацию У нас есть хорошие специалисты И у нас и психолог есть Ирина Александренко, которая занимается ранней диагностикой аутизма В нашей команде есть и дефектолог, и логопед Я как эрготерапевт Мы сможем посмотреть ребенка Продиагностировать И сказать, есть ли повод для тревоги И на что следует обратить внимание Спасибо вам Я вам благодарю за вашу работу И за участие в программе До новых встреч Всего доброго В этой программе ставим точку Всего вам доброго И до встречи в ущерии Субтитры создавал DimaTorzok